О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Гранаты в ход. В Киеве бывший беркутовец подорвал машину СБУ. Кто пострадал и удалось ли задержать преступника? Откуда яд? Британские правоохранители выясняют, чем отравили бывшего российского шпиона. Что говорят? Страна протестует. Какие политические последствия может иметь убийство журналистов Словакии? Силовики против силовика. В Киеве полицейский подорвал гранатой автомобиль сотрудников СБУ. Это произошло сегодня ночью во время спецоперации службы безопасности. Почему оперативники пытались задержать копа? Все подробности выяснял Богдан Вербицкий. В Киеве Броварской проспект около полуночи сотрудники СБУ проводят спецоперацию по задержанию нелегального торговца оружием. Внезапно ситуация вышла из-под контроля. Когда он понял, что его поддерживают сотрудники СБУ, он кинул гранату, которую, собственно, и принес продавать, и втек из места событий. Постраждал один сотрудник СБУ. Он с легкими делесными уничтожениями находится сейчас в лекарстве. На инцидент отреагировали в полиции. Объявили подозреваемого в розыск. Но позже оказалось, к взрыву в автомобиле причастны сами правоохранители. На жаль, это действительно выявился сотрудник батальона особенного призначения полиции. И лишний Беркинтовец, кстати. Он вытягнул в чеку, граната подорвалась, он выбежал из машины и побег. В СМИ уже появилось имя главного подозреваемого. Им оказался сержант полиции полка особого назначения Владимира Ивашенко. По данным СБУ, горе-правоохранитель торговал оружием. И подобных схем уйма, уверяют криминалисты. Главная причина – отсутствие учета оружия. Это связано с тем, что в Украине идет война. Есть оккупированная территория, с которой на контролированную территорию попадает большая количество нелегальных оружий. Еще один канал поставок нелегального оружия – это сами правоохранители. После реформы полиции так и не удалось убрать нечистых на руку. Если полицейским все-таки удастся задержать преступника, не исключено, что в деле появятся новые детали и звания. Он может раскрыть много названий, которые значительно выше за статусом, чем он. Богдан Вербицкий, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал «Интер». Стали известны новые подробности в деле о вчерашнем убийстве в правительственном квартале столицы. Напомню, в центре Киева был зарезан 38-летний бизнесмен Сергей Захарчук. В СМИ появилась информация о возможных мотивах нападения. Вероятно, Захарчук был причастен к финансовым операциям сомнительного характера. В распоряжение журналистов попали подтверждающие этот документ. И якобы в 2006 году по поддельным бумагам он получил 230 тысяч долларов в одном из действующих банков. В самом банке информацию эту не комментируют. Еще 280 тысяч долларов спустя год он взял по такой же схеме в другом финночреждении, которого уже не существует. Кроме того, сообщают журналисты, десятки тысяч долларов Захарчук должен своему бизнес-партнеру. Солидные долги вполне могли стать мотивом для нападения на Захарчука. Версии следователей узнать не удалось. На наш запрос у нас полиции пока не ответили. В Коростине Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом на своей странице в фейсбуке написал начальник областной полиции Вячеслав Печененко. По его информации, около 4 утра мужчина позвонил матери, попросил за все прощение и отключил телефон. Через два часа его доставили в больницу. Уже известно, что это депутат от партии «Укроп» Сергей Грищенко. Он секретарь комиссии по социально-экономическому развитию региона Житомирского облсовета. Кроме того, занимается бизнесом. Грищенко выстрелил себе в грудь из личного карабина «Сайгак». В то же время однопартийцы версию самоубийства отрицают. Мол, это был случайный выстрел. Тюремный срок за «синих китов» вступил в силу закона об уголовной ответственности за доведение. До самоубийства. Накануне его подписал президент Петр Порошенко. Какие новые пункты появились в измененном документе и что грозит администраторам, групп смерти и манипуляторам. Об этом далее. Не спать 12 суток, чертить лезвием изображения китов на теле, сочинять предсмертные записки. Это не отрывки из фильмов ужасов, а интернет-игры для подростков в так называемых группах смерти. Синие киты, розовые феи и красные совы. Итог всегда один. Суицид. И даже если правоохранителям удавалось найти администраторов групп, то вот привлечь к уголовной ответственности их было невозможно. Уголовная ответственность наступала в случае, если к самоубийству подталкивали путем шантажа, физического воздействия, морального прессинга. То есть вот это вот мягкое подведение под самоубийство, оно фактически было неуголовно наказуемым. Поэтому все администраторы этих социальных сетей, они фактически избегали уголовной ответственности. Только в прошлом году киберполиция обнаружила около тысячи таких групп, большую часть которых заблокировала. Задержали также двоих админов, студентов-медиков, которые просто проверяли, как работает сознание детей и насколько легко ими манипулировать. Но поскольку жертв не было, админов пришлось отпустить. Теперь же наказывать будут даже за эти мягкие попытки доведения до самоубийства. Авторы закона – депутаты радикальной партии. Они утверждают, эти изменения помогут сохранить сотни жизней. В одном случае в городе, в Запорожье, тот человек один довел девять женщин до самоубийства через интернет. И одной женщине удалось спасти. И этот человек не понес абсолютно никакой ответственности. Он говорил, он ухмылялся, он чуть ли не хвастался тем, что он смог это сделать, якобы самоутверждаясь, что он может влиять на судьбы других людей. И вот поэтому возникла эта, скажем, необходимость и такая идея о том, чтобы сделать законопроект. Правозащитники убеждены, подобные изменения – правильный и необходимый шаг, так как нынешняя реальность диктует свои правила. После 2000 года у нас то идет травля детей в школе, бывает дети доходят до самоубийства. Посмотрите, как на производствах бывают у людей. В этом плане наша Верховная Рада очень правильно поступает. То, что наконец-то внесли, и действительно будут все-таки эти люди привлекаться к ответственности. Только я считаю, что, допустим, три года лежения свободы – это все-таки маловато за такие вещи. Теперь за доведение до самоубийства или до его попытки грозит срок до трех лет. А вот если дело касается несовершеннолетних, свободы могут лишить на все 10 лет. Ольга Тервинская, Юрий Романюк, подробности – телеканал Интер. Беглицы из команды Януковича распродают активы в Украине. Речь идет о бывшем руководителе администрации президента Андрея Клюеве и его брате – нардепе Сергея Клюеве. Благодаря серии журналистских расследований стало известно, что, находясь в бегах, бывшие политики продали компанию «Тонтолит». Предприятие находится в Украине и де-юре владеет правами на резиденцию в Межигорье. Согласно данным расследования, деньги от продажи «Тонтолита» вывели через офшоры. И вот что странно, не помешали Клюевым даже санкции. Журналисты подробностей уже направили запрос в Генпрокуратуру с вопросом, как братьям Клюевым удалось распродать активы по-тихому. Пока ждем комментариев. Бежать, по крайней мере, от тюрьмы удается и другим участникам коррупционных схем из команды бывших. Взять хотя бы недавний случай с владелицей Вернумбанка Натальей Игнатченко. Ее подозревают в разворовывании средств на покупку буровых установок в 2011-2013 годах вместе с Януковичем и Арбузовым. Речь идет о миллиардах отмытых денег. Правоохранители вплотную подошли к раскрытию махинации вокруг так называемых вышек Януковича и задержали Игнатченко. Но самый гуманный украинский суд решил отпустить банкиршу под домашний арест. Генпрокуратура подала апелляцию, однако ситуация не изменилась. Народные депутаты и лидер социалистической партии Сергей Каплин предлагают проверить политиков и чиновников на наличие иностранного гражданства. Как известно, украинское законодательство это запрещает, тем более неприемлемо, считает Каплин, когда люди с двойным гражданством занимают государственные должности. Среди депутатов, олігархи, как и Вадим Рабинович, позволяют себе арендовать целый летак за полтора миллиона гривен и взлетать в одну из европейских столиц, а потом до Израиля. Для чего взлетать? Чтобы сфальшовать свою справу и отмазать себя от двойного гражданства. От факта наявности двух паспортов я обратился к президенту страны, к первых человеку, с петицией, чтобы руководство страны взяло под свой особенный контроль с правой расследования подвойного гражданства Рабиновича. Мы должны уже в этом году избавить его гражданства, избавить его депутатского мандата и выселить из страны. Один украинский военный ранен на Донбассе. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. Сегодня обстреливали окрестности Красногоровки. Готовясь к провокациям противника и на других участках фронта, Игорь Левенок побывал на оппозициях в районе Авдеевки. Снег с дождем и ледяной ветер. Погода на Донбассе нелетная. До крайних украинских позиций в полях можно добраться только на военной технике. Едем к укреплениям наших бойцов под Авдеевкой. Попасть на опорный пункт – настоящая проблема. Все вокруг покрыто льдом. Позиция на высоте. Подниматься нужно по узкому окопу. Военные посчитали, чтобы подняться наверх нам нужно пройти 536 шагов. Но это не так просто. После дождя и мороза окопы превратились в настоящие ледяные горки. В ледяных окопах украинские солдаты наблюдают за противником. Наши придерживаются всеобъемлющего перемирия. Это новый термин, принятый в Минске. Их оружие накрыто. Вот только врагу, похоже, наплевать на все договоренности. Ночью оккупанты опять открыли огонь по нашим позициям. Не соблюдают, слышно частенько разрывы в стороне Авдеевки, дальше туда. Тромки Авдеевки, вот эта часть. Вследствие вражеского обстрела погиб 20-летний солдат из Полтавы. Военные настроены скептически. Дескать, это перемирие постигнет судьба всех предыдущих. Ни я, ни мои бойцы не верят, что перемирие больше недели будет продлиться. Максимум, может, две недели еще. Ну, а пока все же существует режим прекращения огня, бойцы обустраивают быт. Под землей соорудили кухню, которую в шутку называют рестораном. Окопы окопом надо цивилизованно жить. Здесь аккуратно, уютно и идеальный порядок. У плиты суетится 27-летний Алексей. По должности он гранатометчик, а по призванию повар. Ну, как, я семейный человек, просто люблю готовить. Постоянно для семьи готовлю, а так не учился неделю. Но ребята от его блюд в восторге. Говорят, здесь, в окопах, они могут полакомиться голубцами, котлетами и даже запеченной рыбой. А на Новый год Алексей устроил целый пир. Дурны он отлично готовит, борщ, он, как сказал, да, отличный борщ. То есть с этим вопросом нет. Повар отличный, и из гранатомета он работает тоже хорошо. Дома они всегда все получается купить. А тут мясо много выдают, и колбаса, крупы разные. Бойцы накормлены, расходятся по боевому распорядку. Алексей признается, сегодня у его дочурки Карины день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Папа обещает гостиниц. Когда я приеду домой, я испеку тебе бисквитный тортик. Вкусный-вкусный. Пока-пока. Игорь Левенок, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер с Донбасса. Бывшего российского агента Сергея Скрипаля отравили ядом нервно-паралитического действия. Каким именно, еще выясняют ученые. Об этом заявили в британской полиции. Скрипаль вместе с дочерью уже третьи сутки в реанимации в критическом состоянии. Им стало плохо в воскресенье прямо на улице в центре города. Что известно о ходе следствия, расскажет Светлана Чернецкая. В центре английского города Солсбери до сих пор дежурят усиленные наряды полиции. Сквер, где нашли без сознания бывшего полковника Гру с дочерью, третий день в оцеплении. Закрыты также ресторан и паб, которые за несколько часов до инцидента посещали жертвы. Криминалисты обследуют и дом Сергея Скрипаля. А основная работа идет в Портендауне, в военном исследовательском центре. Ученые определяют, каким же веществом отравили бывшего двойного агента и его дочь. 33-летняя Юлия приехала навестить отца из России. Пострадавшие с воскресенья в реанимации в критическом состоянии. И никаких прогнозов относительно их здоровья медики не дают. Вероятнее всего, расследование будет долгим. Мы должны убедиться, что соберем все возможные доказательства. Нельзя спешить с выводами. Будем делать их исключительно на основании доказательств, а не по слухам. А уже потом решим, какие действия необходимо предпринять. Тем временем в Лондоне уже провели два экстренных заседания на высшем уровне. Вечером о ходе расследования подробно отчитались перед премьером Терезой Мэй. А утром министры собрались навстречу Кобры. Этот комитет заседает в случаях чрезвычайных ситуаций. 66-летний Сергей Скрипаль – экс-агент российского ГРУ, который признался в шпионаже на британскую разведку. И покушение на его жизнь здесь сравнивают с отравлением радиоактивным полониям бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Британская пресса сообщает, что среди версии заказное убийство, личные мотивы и криминальные разборки. Также рассматривают возможную попытку скомпрометировать Россию. Эту версию поддерживают и в Москве. Там отвергают все обвинения в причастности к инциденту. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Политический кризис в Словакии. Президент и премьер страны разродились взаимными обвинениями на фоне протестов и за убийство журналиста-расследователя. Демонстрации не прекращаются уже неделю. В чем суть конфликта, расскажет Елена Абрамович. Ему было 27. Жил вместе со своей девушкой в поселке в 50 километрах от Братиславы. Их тела нашли дома в понедельник, 26 февраля. Парня убили выстрелом в грудь, девушку – в голову. Убийство на почве профессиональной деятельности. Основная версия, заявили в полиции. Ян Кусяк расследовал растрату средств, выделенных из фонда ЕС. Подозрения падали на итальянских мафиози и премьера страны. Незадолго до убийства редактор предлагал журналисту охрану, но тот сказал, что не видит такой необходимости. Расследование опубликовали сразу после смерти автора. Ян Кусяк рассказал о деятельности людей, связанных с итальянской мафией и их бизнесом в Словакии. Речь идет о фондах ЕС, различных правительственных контрактах, мошенничестве с налогами, шантаже. В своем тексте он обращает внимание на то, что у этих людей были контакты с высшими политиками правящей партии. Новость об убийстве заставила выйти на улицы тысячи людей. Они потребовали отставок в правительстве. Они просто казнили двоих молодых людей, которые хотели лучшего будущего в этой стране и могли бы добиться изменений. Я планирую жить в этой стране и мне не все равно, где будут расти мои дети. Наша власть удивляется, куда уезжает молодежь и в то же время делает все, чтобы люди уехали. Премьер не ушел. Публично пообещал миллион евро вознаграждения тому, кто предоставит информацию об убийстве. В отставку подали несколько человек из его окружения. Министр культуры, секретарь Совбеза и помощница премьера. Но этого оказалось недостаточно, чтобы люди ушли с улиц. Неделю спустя президент страны заговорил о перевыборах. Я вижу два выхода. Масштабная реконструкция правительства или досрочные выборы. Которые во многих демократических странах являются наиболее естественным решением. Я готов возглавить страну в этой сложной ситуации. Премьера Роберт Фитца в ответ начал обвинять президента в политических играх и связях с американским миллиардером Джорджем Соросом. Ситуация накалилась еще больше. Тем временем в Брюсселе решили проверить действительно ли деньги, которые выделяются Словакии из фонда Евросоюза, шли не по назначению. Финансовым аудитом должна заняться Еврокомиссия. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов подробности. Европейская берет телеканала Интер. В Германии правые популисты теперь главная оппозиционная парламентская сила. Там завершается процесс формирования правительства. И уже на следующей неделе депутаты Бундестага будут избирать Ангелу Меркель на пост канцлера. Ждателей сюрпризов знает Татьяна Лагунова. Процедура расписана до мелочей. Кандидатуру на пост канцлера формально выдвигает президент страны и выносит на рассмотрение Бундестага. Предложение для депутатов у Франка Вальтера Штайнмайера уже есть. Я официально передам свое предложение в парламент. Думаю, никого не удивит, что это будет Ангела Меркель. Голосование назначено на 14 марта и оно тоже скорее формальность. У коалиции в парламенте уверенное большинство. И Ангеле Меркель вообще не о чем беспокоиться. Хотя сама канцлер предпочитает пококетничать. Важно, чтобы правительство как можно быстрее начало свою работу. И я, как возможный канцлер, надеюсь, меня выберут, сделаю все, чтобы это правительство работало на благо народа. Если христианские демократы уже назвали министров по своей квоте, то эздеки пока хранят интригу. Не называют даже кандидатуру на одно из самых ключевых ведомств – Министерство иностранных дел. Впрочем, легкими следующие 4 года для Ангела Меркель явно не будут. Главная оппозиционная сила в парламенте теперь не эздеки, зеленые, либералы или даже левые. А ультраправая альтернатива для Германии – популисты и евроскептики. И с их голосом теперь тоже придется считаться. Татьяна Лугнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Украинское избирательное законодательство сегодня обсуждали и в комитетах парламента. Как изменить процедуру выборов? Ответ на этот вопрос депутаты от АПО-блока искали вместе с Пэтом Коксом, главой миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады. Оппозиционеры считают неправомерным, что их представителей нет среди кандидатов ЦИК. А новая избирательная система должна быть пропорциональной с открытыми списками. Пэт Кокс подчеркнул важность позиции АПО-блока и рекомендовал власти уважать ценности парламентаризма. Мы поддерживаем инициативы по внедрению в наш парламентаризм европейских принципов, европейских подходов. Сегодняшняя Верховная Рада превратилась источником конфликтов. Мы уже перессорились со всеми нашими европейскими соседями, чего только стоят конфликты с Венгрией, с Польшей, с Румынией. Верховная Рада только штампует эти социальные эксперименты, которые они ошибочно называют реформами. Я думаю, что эффективная работа парламента может быть только уже с новым созовом, когда этот созов переизберут. В крупных украинских городах буквально через месяц-два может появиться скоростной интернет. На государственном аукционе трём мобильным операторам продали частоту на связь четвёртого поколения 4G. Победители заплатят в бюджет 5,5 миллиардов гривен. На аукционе был и президент. Он сказал, что исторически это событие можно сравнить с предоставлением без виза. Друзья, за 4 года мы проводили 2 современные технологии. Отменность или разница между ними это как пересесть с дрезиной на надсучасный скоростный экспресс. Я уверен в том, что на сегодняшний день это яркая демонстрация, как изменилась Украина. Украина повертается в Европу, в том числе и по рівню IT-технологий. Первое включение 4G. Мы ожидаем, что через месяц-два уже будут в великих местах. Мы не ожидаем значного подвищения цен за новую технологию. Для всей галузи это новый стимул для развития, новый стимул для инвестиций, новый стимул для того, чтобы развивать инфраструктуру и вкладывать деньги в Украину. Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу. Это было одно из требований МВФ. Новый документ предусматривает два способа реализации. На электронных площадках и на аукционе с привлечением инвестиционных советников. Стоимость всех объектов будет определять рынок. Также закон втрое сокращает сроки подготовки к продаже. Покупатели из России участвовать в приватизации не смогут. Исполнительная служба начала описание активов «Газпрома» в Украине. Позиция Украины жесткая и последовательная. «Газпром» должен исполнять вердикт стокгольмского арбитража, заявил Владимир Гройсман. Премьер также подчеркнул, за невыполнение обязательств российский монополист должен понести наказание. Напомню, по результатам двух арбитражных производств, «Нафтогаз» добился от «Газпрома» компенсации на общую сумму 4 млрд 600 млн долларов. В прошлом году более миллиарда долларов государство потратило на закупку минудобрений. Свыше половины этих средств получили российские производители. В нынешний посевной сезон, говорят эксперты, закупка зарубежной селитры обойдется вдвое дороже. Обеспечить фермеров отечественным сырьем могли бы украинские азотные заводы, при этом госказна сэкономила бы миллиарды. Но нашим производителям, что называется, прикрутили гайки. Насколько от этого пострадает и химическая промышленность, и аграрий, да и в итоге бюджет, разбирались наши корреспонденты. Спрос на селитру в Украине в последнее время активно растет. Только за последние пару лет потребление минудобрений увеличилось на 30%. Эксперты прогнозируют, в ближайшее время, в связи с активным развитием отечественного сельского хозяйства, спрос аммиачных удобрений вырастет с 3 млн тонн до 4,5 млн. Но пока аграрная отрасль набирает темпы, химическая на грани коллапса. Украинские производители утверждают, всему виной импорт удобрений. Поставки заграничной селитры, уверены эксперты, уже в ближайшее время не смогут обеспечить наших фермеров необходимым количеством удобрений, что приведет к значительному снижению урожая и падению ВВП практически на 1%. Без внутреннего производства азотных добров покрыти в полной мере взрослый 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 И хотя украинские удобрения по качеству превосходят российские, покупать их аграрий не торопятся. Всему виной цена. У нас затаренные склады, нам некуда производить, нет сбыта. Два завода остановлены, ровно азот и северодонецкий азот. Черкасский азот на грани остановки. Причина в импорте из Российской Федерации дешевых удобрений по демпинговым ценам. Мы вынуждены снижать цены на продукцию, и то ее никто не покупает. Цену на удобрения, утверждают эксперты, регулируют рынок газа. Российские производители селитры используют отечественный газ по очень низким ценам. Поэтому себестоимость минимальная. А украинским заводам, втридорога, голубое топливо продает нафтогаз. Нафтогаз, используя монопольный доступ и монополию на трубу, он не допускает импортеров для того, чтобы они могли импортировать газ. И установит, фактически, штучно установит цену на газ с достаточно высокой накруткой, которая сягает 50 долларов за тысячу кубометров. Установляя такие высокие цены, мы делаем, ну, скажем, завышенную себе вартость на минеральные добрые. Производители утверждают, уже неоднократно снижали цену на свою продукцию и работают практически в убыток. Тем не менее, только в прошлом году Украина увеличила импорт селитры из России на 500 тысяч тонн. Это 1 миллиард долларов ушло из платежного баланса Украины за импортные удобрения. И львиная доля здесь российских удобрений. То есть они ушли в Россию. Вместо того, чтобы они могут остаться внутри страны. Это под угрозой срыва производства порядка 80 тысяч тонн удобрений внутри страны. Это порядка 1,6 миллиарда долларов еще. Если не принять неотложные меры по защите внутреннего рынка. Таким положением вещей уже заинтересовался Кабмин. Там начали разрабатывать план поддержки украинского производителя. Александр Васильченко, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Целую сеть псевдолечебницы раскрыли в Харькове. В антисанитарных условиях содержали 230 человек. Их якобы избавляли от алгоголизма и наркомании. Давали неизвестные препараты, заставляли молиться. А непокорных наказывали, говорят в полиции. Светлана Шекера решила все это проверить. Лысая гора, окраина Харькова. Возле леса большой частный дом с массой входов и пристроек. Именно здесь правоохранители проводили обыски. Нашли более 200 человек, которых якобы лечили от алкогольной и наркозависимости. Дехто из них заявляет, что они там получили противоволи, их там получили насильно, даже использовали физическое насильство. Лековали лишь молитвой, какими-то религиозными ритуалами. Вартность такого лекования стояла от 3 до 8 тысяч гривен на месяц, в зависимости от платежной спроможности родичей. По адресу, где накануне проходили обыски, сегодня закрытые двери. Этот парень рассказывает, в здании действительно размещаются более пяти реабилитационных центров. Оформлены как благотворительная организация. Сергей и сам бывший наркозависимый. Говорит, его вылечили. Насильно никто никого не держал никогда. Нет, бесплатное, добровольное. Все добровольное и бесплатное. Пожертвования какие-то, никаких нету нефиксированных сумм, ничего. Просто на еду. Мужчина соглашается показать одно из помещений. Здесь три человека пока живет. Здесь планируем спортзал организовать. Денис в центре уже 4 месяца. Его, 25-летнего наркомана, подобрали на улице. Я выхожу на улицу так же самое. Меня здесь никто не держит. В чем вы лечитесь? Ну как, читаю Библию. Не только я, мы с ребятами читаем Библию. Разбор слова, молюсь, конечно. О таком же лечении рассказывают и другие пациенты. Из-за решочных окон смотрят десятки глаз. Вот это место сами наркозависимые называют подвал. Здесь держат новичков. Сегодня на дверях навесной замок, но изнутри доносятся громкие песнопения. Мы один достоин. Деятельность центров сейчас изучает прокуратура. Досудебное следствие проводится по двум статьям. Незаконное лишение свободы, побои и истязания. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Потасовка в Полтавском гурсовете. Активистов возмутили нерасчищенной дороги, из-за чего город буквально встал в пробках. Они пришли на заседание гурсполкома, требуя отчета заммара по вопросам ЖКХ. В зал заседания принесли пакеты с песком и солью. Драка началась, когда один из чиновников попытался вынести эти подарки. Разнимали мужчин-правоохранители. Конфликт вроде бы утих, но потом разгорелся с новой силой. И снова с кулаками. Потасовка продолжалась недолго. Через пару минут чиновники и активисты успокоились и вышли из зала заседаний. Новые запреты от Минздрава для автолюбителей. В министерстве хотят расширить перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль. В списке множество недугов, которыми страдают большинство граждан. Но один из самых любопытных пунктов – геморрой. Правда, неясно, как будут выявлять нарушителей геморройщиков. Документ пока на стадии обсуждения, но разработчики утверждают, ориентировались на европейские нормы. В Одессе пытаются построить очередной небоскреб на многострадальном французском бульваре. Причем делает это не кто-нибудь, а Национальная академия наук. Ученые мужи даже обратились в суд, чтобы лишить соседнее строение статуса объектов культурного наследия. Откуда такое рвение? Разбирался Андрей Анастасов. Это заброшенное одноэтажное строение отделения гидроакустики Института геофизики Национальной академии наук. Важная его особенность располагается в удельном переулке в центре французского бульвара. С частным застройщиком ученые заключили договор. Помещение тут отремонтируют, но на месте здания вырастет жилой комплекс. Местные жители возмущены. Ранее здесь же по аналогичной схеме Академия наук уже отдала корпус строительной фирме. В итоге появился 14-этажный небоскреб. То есть, естественно, это одна из схем, которая превратит опять наш бульвар, наш город в еще одну стройплощадку и убьет такой исторический уголок. Конечно, я считаю, что это вред и это антигосударственная победа. Во дворе, между тем, постройки начала прошлого века. Церковь Иоанна Кронштадтского, бывшая богодельня греческого общества, арка с колокольней. Учитывая планируемую застройку, арку и богодельню, областное управление культуры спешно внесло в перечень объектов культурного наследия. Но геофизики и тут проявили прыткость, а протестовали это решение в суде. Члены консультативного совета рассмотрели, единогласно приняли, что это действительно ценная постройка, что его надо взять под охрану государства. Ну, а сейчас будут доказывать обратно. Вот тот самый институт геофизики. Тут утверждают, спорные объекты исторической ценности не представляют, поэтому охранять их не нужно. К тому же городская власть, видимо, совсем не против новой высотки. Так и на французском бульваре сколько уже высоток построили? То есть можно дальше построить? Я не знаю, это же власти городские решают. Наша задача, это наши площади восстановить рабочее состояние. Вот и все. Застройщик тем временем занял выжидательную позицию. Дескать, проект сейчас заморожен до тех пор, пока Академия наук не решит все спорные вопросы. Пытаемся узнать, если стройка начнется, то насколько высоким будет жилой комплекс. Для того, чтобы определить этажность, надо провести геодезические, геологические изыскания. И, собственно говоря, старт начнется только после того, как будет решен вопрос с претензиями. По последним данным, окружной административный суд удовлетворил ходатайство Академии наук о проведении искусствоведческой экспертизы, чтобы установить историческую ценность объектов в Удельном переулке. Активисты же требуют, чтобы в этот спор вмешалось Министерство культуры. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. Президент Украины встретился с женщинами-военнослужащими. Накануне 8 марта Петр Порошенко поблагодарил их за службу украинскому народу и пожелал мира и любви. Глава государства отметил, что женщины в украинской армии ничем не уступают мужчинам. Президент почтил память тех, кто не вернулся из зоны АТО. Одной из них была санитарный инструктор Сабина Голицкая. Накануне она попала под обстрел и трагически погибла. Великая количество женщин находится на фронте. Берут безусловно участь в боевых операциях. Сейчас в военных частях боевого склада служат более 9 тысяч женщин. И в прошлом году, в 2017 году, уклали контракт с Бройными Силами Украины 2850 женщин. А лидер оппозиционного блока накануне 8 марта встретился с женщинами из чернобыльских и пенсионных организаций. Правда, разговор получился совсем не праздничным. О чем говорили в нашем материале. Накануне Международного женского дня лидер оппозиционного блока Юрий Бойко пришел на встречу с пенсионерами. Здесь собрались ветераны войны и чернобыльцы. 8 марта у вас. Счастья, здоровья, чтобы детки были живы, здоровы. Мы вам подарки подарим. Это вам. Женщинам внимание приятно. На душе стало радостно. Какой свято началось. Мы такие старики, что хоть трошечки внимания нам. Люди жалуются на низкие пенсии. И это при нынешнем росте цен на продукты и коммуналку. Возмущаются, что кроме этого им еще и льготы отменяют. В том числе и бесплатный пресс в маршрутках. Скажите, пожалуйста, почему ветераны войны тоже сняли всякие льготы? Почему? Они порезали все социальные льготы. В бюджете всем надавали какие-то дополнительные деньги. Прокуратуре, полиции, Верховной Раде. А ободрали одних пенсионеров. Мы не голосовали за этот бюджет. После повышения пенсии они получили всего по сотне гривен доплаты. А некоторые и того меньше. 56 гривен добавили пенсии. После коммунальных остается 2520 гривен. На хлеб только остается и все. Мы картошку осенью купила. И как консервация? Больше ни на что не остается. Так называемые пенсионные реформы. Они изменили коэффициенты. И те, кто имел маленькую пенсию, они на самом деле маленькую оплату и получили. А те большие, кто имел, получили большую оплату. Это неправильно. Это была глупость дикой. А сколько пенсии у вас? Сколько пенсии? У меня, например, две с половиной. А у вас сколько? У меня тысяча часов. Поэтому, считают в оппозиционном блоке, пенсии нужно значительно повышать. Также фракция требует пересмотреть бюджет и уменьшить выплаты на силовые структуры. А эти деньги направить на решение социальных вопросов украинцев. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. О судьбе осужденных украинских моряков говорили сегодня в Афинах. Туда отправился представитель МИДа Василий Кирилич. Он уже встретился с греческими дипломатами и сотрудниками Минюста, а также с генпрокурором при Верховном суде. Поговорил с экипажем судна «Миконг Спирит». Это, напомню, 16 одесситов. Их подозревают в незаконной перевозке оружия. Моряки ждут решения греческих властей уже 10 месяцев. Также Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы. Экипажи трех кораблей, 105 украинцев, уже получили сроки по 100, 200 и больше лет. Министерство социальной политики, представители международной организации миграции. Тут мы уже договорились про серию встречи и в прокуратуре, и с Береховной полицией, и с исследователями. К слову, моряки с суднами «Конгспирит» остались без топлива. На корабле нет ни света, ни воды. Не работают холодильники и плиты. Еда портится, а запаса питьевой воды хватит максимум на два дня. В этом убедилась наша съемочная группа. Мы готовим очередной материал о буднях моряков в Греции. Смотрите его в пятницу в программе «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. А я прощаюсь с вами до завтра за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин